Ребят, всем привет! Это новый выпуск на канале Travel Forever. И сегодня мы отправляемся в тематический парк Остров Мечты в Москве. Друзья, всем привет! Перед выпусками про Дубай я решил выложить ролик про Московский тематический парк аттракционов Остров Мечты. В этом выпуске мы вместе с вами покажемся о самых интересных горках и аттракционах. Посмотрим, что вообще из себя представляет русский тематический парк, так как в России таких парков еще не было. Мы покажем весь парк изнутри, поделимся своим отзывом после посещения. И конечно же сравним данный парк с зарубежными тематическими парками развлечений, выпуски из которых есть на моем канале. Также я расскажу про стоимость билетов и как значительно сэкономить на билетах. Ставьте лайк прямо сейчас, пишите комментарии со словами Остров Мечты и сбрасывайте это видео своим друзьям или знакомым, так как при наборе полторы тысячи лайков или комментариев уходит следующее видео на моем канале. Не забывайте про другие ролики из интересных стран и городов на моем канале Travel Forever. Остров Мечты – это первый в России и крупнейшей Европе крытый тематический парк развлечений. Он находится в Москве. Добраться до Острова Мечты можно на метро, до станции Технопарк. На территории парка расположено 9 сказочных зон, таких как Черепашки-ниндзя, Смурфики, Маугли и другие. Всего в парке представлено около 27 различных аттракционов. Есть как для взрослых, так и для детей. Некоторые аттракционы до сих пор не открыты, а другие бывают и не работают. Поэтому перед посещением рекомендую точнить про все интересующие вас аттракционы на официальном сайте. Билеты, ребят, покупать, конечно же, лучше онлайн, чтобы не стоять в очереди. Сразу проходите с билетом, сканируете штрих-ход на кассе и проходите без всяких очередей. Также можно купить здесь онлайн. Сколько я знаю, не онлайн, а вот в тех вот кассах электронных. И вот здесь вот за... И вот здесь вот обычные кассы. Не знаю, почему некоторые проходят в куртках внутрь, чего я советовать не рекомендую делать. Поэтому здесь можно раздеться и спокойно гулять налегке. Вон, кстати, есть такая вот парк. Вот, такие цены у нас стоят. 2-300 рублей сейчас у нас стоят в выходные дни. Для детей это 1900. Экспресс-вход, ну, не знаю, сегодня чередей не было, я думаю, даже не стоит брать. В будни вроде 1800 рублей. Так что, если вы хотите сэкономить, идите в будни. Для детей 1600. Работает парк из 12 до 2. Но подходить лучше, наверное, в полденадцатом. Насколько я знаю, с марта политика ценообразования изменилась. И сейчас каждый аттракцион можно оплатить отдельно. Если вы не хотите платить 2000 рублей за неограниченное катание на всех аттракционах в свой день, как сделали это мы, то можно приобрести стандартный билет, стоимостью 500 рублей в будни или 700 рублей в выходные. Это своего рода входной билет на территорию парк развлечений. А далее уже вы отдельно оплачиваете каждый аттракцион. Самые крутые горки обойдутся в 400 рублей. Средние 300 рублей. А самые детские 200 рублей. По-моему, вполне выгодное предложение. А мы переходим к самим аттракционам. Все, вообще выгоднее сразу покупать онлайн. Прокупаем билеты по штрих-ходу и заходим сюда. Вот так нас встречает парк остров мечты. В общем, а мы, не теряя времени, отправляемся на самые топовые аттракционы. Парк, да, Нью-Йорк. Вот это затерянный дом, это фигня, короче. Ну, потом, потом. Да, да, да. Вообще, там, понимаю, снежная королева, да, здесь. Дом страхов. Там, что-то, какие-то джунгли. И здесь вот Нью-Йорк и черепашка-ниндзя. Он уже вовсю катается там. Ты куда пошел-то? Тебе же вот сюда надо. Троф. Там просто работает. Там есть людей. А где, куда, где этот пол? В общем, ну все, что катается в поле. В поле, в поле, ву-ху. Так, нормально, да? Ну, да. Вау, нормально. Ву-ху. Вау, нормально, да? Вау, давай, да? Вау, давай, давай. Скоростью. Нормально, да? Прижимаю. Да. Я ногами боюсь, блядь, сломать стену. Ну все, прокатись на первом трактоне. Вообще понравилось, да? Сколько у нас из 10? Блядь, ну, наверное, 9. 8, 9, 10. Да-да-да. Все окей. Ну, в общем, да, реально, а блюдо почти максимальное. Так что все, идем к следующему аттракциону. Это был Молот Судьбы. Да? Следующий аттракцион. Я не знаю, называется какой-то полет в туннеле вроде. В общем, проходим в метро по такому вот туннелю. Сюда-сюда, вот к поездам. Вот, проходим, здесь все, будет очередь. Да, думаю, можно так вот пролезть. И здесь уже будет поезда. Что, где тут пройти? Куда нам идти? Вот туда пошли. В общем, здесь такая вот у них лаборатория, да? А вот они, смотри, ездят по этим, да? Катаются. В общем, проходим дальше. Это все, вот это все, в общем, должна быть очередь, понял? Хорошо. Когда много людей, типа. А, это когда много людей очередь? Да-да-да. Ты тут будешь по 60 минуту стоять, вот тебе говорю. Все, идем дальше, поднимаемся наверх. Что же нас ждет там? Весеная, вешеная, вешеная, вешеная. Переформы, бумки, очки, терки, ключи и все, ассоции. Карвана ничего не должно быть. Вау! 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 Есть тематические магазины, разные блокнотики. Стоимость блокнота непонятно сколько. В общем, если интересно, то... Ну все, какое твое мнение? А, ну знаешь, ну, наверное, 7 из 10. 7 из 10, да. Ну, в принципе, мне что-то не понравилось, что там как-то темно и ничего не видно. Вот, да-да. Она крутая, но... Да, там всякие перевороты, но... Ничего не видно, темно и... В общем, если вы были на Змей Горыныче в Сочи парке, то вот это примерно то же самое. А аудиосопровождение тоже какое-то нету, да, по-моему? Ну да. Не, ну там немножко есть что-то, да, типа метро там. Ну, в основном. И какие-то как будто чуваки там влазят, что-то пугать, напугать хотят. Ну да. Ну, в принципе, ну, не, покататься можно. Мы по этой петле катались, да, я не знаю, где она выглядит, где там, да? Ну, в общем, все, идем к следующему аттракциону. Поехали. А вы, ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и писать комментарии. Что, вот примерная карта так выглядит, да? Да, она что-нибудь интересует. Ну, мы туда надо пойдем. Что вас интересует? В общем, топовая горка, вот мы катались только что на этой горке, да? Да, черепашка. И вот этот молот был вот так вот раскачивается. Насколько я знаю, вот эта вот страшная, да? Потом вот эта, да, взлетная школа, там что-то там по кругу, всякие сальтухи. Да. Вот сейчас идем вот мы сюда вот. А. И вот сюда, да? То есть на второй, на седьмой. Да, да. Что-то змеиное и что-то там. Ага. Храм огня. Храм огня. Храм огня, второе что? Кобра. Кобра. Ну все, полетели. Я уже не раз был в таких тематических парках извлечений. Больше всего, конечно, я был в Дубае, там в трех или в четырех. Вот, поэтому по опыту могу сказать сразу приходить заранее даже. И сразу бежать, конечно же, на самые топовые аттракционы, пока там минимальные очереди. Потому что в обед вы скоро увидите на этом видео, здесь очереди просто будут гигантские. О, кстати, это Кобра, да? Да. И... Храм огня где-то там, да? И... Храм огня где-то там, да? Храм огня где-то там, да? Ну не знаю, где-то здесь, наверно. Ого, атмосферное. Прикольно, темно. Бля. Нäh-э-э. У-уу. У done! У-ууу, hur-a-a-a! У-уу. Смотри, с двумя сейчас было. Ой, это пончик этот. В общем, сейчас у нас время 12.30 примерно, и мы вот ходим почти без очередей здесь вот. Но скоро будет это все будет в очередях, я думаю. Ну так, похоже, чем предыдущая. Будет контроль, нет? Главный. В общем, ну все, прокатились, да, на Кобре? Какие твои впечатления, Андрей? Ну, если вам больше 25, то это не для вас, я думаю. Да, мне кажется, даже если 15, там никто не вяжал вообще. Даже если 18, то я там не делал. Да, совсем не страшно, как бы, не знаю. Но мне вот немножко затошнило меня. Как бы такая горка, блин, не страшная, и тошниловка, короче. В общем, я не знаю, ну, что там, 4 или 5 из 10, да, Крич? 5 из 10, не, она прикольная, но... Ну, не знаю, но мне, не, не, я бы даже сказал, 3 из 10, наверное. 3, 4. Нет, ну это твоя, да. Твоя 5 из 10. Да, да, я с этим 18, где уже не круто, здесь не прикольно. Ну, она реально и не быстрая, как бы, и амплитуда не особо большая. Так что все, идем на целом огня. Пойдем. В общем, не успели покататься, и аттракцион... Аттракцион... Аттракцион закрылся, да. Аттракцион закрылся, короче. Не знаю, что сломалось там. Но, в общем, вся очередь ушла. И мы идем, видимо, кататься на другой. В общем, это второй аттракцион, который ломается, когда мы приходим. Не знаю, почему. Первый был молот, а это второй. Ну, здесь полно, конечно, аттракционов такого типа, детских. Но, я думаю, взрослым там будет абсолютно не интересно. Поэтому терять время стоит, и на них даже не стоит. Ну, в общем, пришли к выводу, что это реально, как обычный парк аттракционов. Не именно, не тематически, да? Не, ну, на минималку. Ну, да, ну, такой, как бы, не знаю, приехал в какую-нибудь там Анапу или там Адлер. И аттраку. Да, и там на берегу обычные аттракционы. Ну, музыка есть, конечно, но... Такого погружения не особо. В общем, да, насколько я понял, здесь можно делать такие эти... перевороты. Не, ну, она автоматическая сама, вон, один чувак туда-сюда, вон, вперед-назад. Да. Надо боковые эти. Они все просто катаются, как будто, да? Они, наверное, не знают, что так много. Да. О, кстати, ветерок подул, да? Как будто просто аттракцион, каруселька. Просто аттракцион называется вентилятор. Стоишь там, давайте. Ну, что, они делают-то? О! Да я не могу крутануться так. А я не знаю, как там, еще чуть-чуть не хватает. Влетная школа. Какие твои будут? Я думаю, твердые. У меня ничего не получилось, но твердая пятерка. Это интересно, это интересно. Ну, интересно, главное, да, интересно сделать именно круговорот. 360 градусов. Да, как бы боковое. Да, боковое сальто. Да, боковое сальто. Вот, но это очень сложно, блин, реально. Получилось, наверное, не знаю, на процентов 60, да, это? Мы стояли в очереди, пошли третья волна, и получается, что перед нами человек 20-30 было. Никто этот. Никто, да, сальто не делать, да. Все туда-сюда, вперед, назад так вот крутят эти все. Когда приедают на земле, да. Да. Нужно вам там вот так реально перекрутиться, 360 можно перекрутиться и все. Но аттракцион там сколько, 21 человек, и очень долго стоять, очень медленная очередь движутся. Поэтому, как бы, смотрите. Сами, если вам нравится, то, конечно, уже идите, если нет, то нет. Ну, все, мы отправляемся в следующий аттракцион. Пау. Ну, все, ну, еще как этот раз, ника, 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 ника. Ну, все, не знаю, тут, да, одна семейка уже вышла, ему было страшно. Но одна девочка реально там чуть ли не заплакала, да? Да, да. Вот, ну, мы сейчас пройдем, проверим, как там. Главное, надеюсь, что Дрофан не испугается. Придется его на ручки держать, наверное. Да, да. Да, 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 да. Вон еще, девчонок, вода и ешь. Ладошкой уже вспотели, уже все. Блин, крайний. Не, реально, я испугался. Я за мной сейчас. В общем, ребят, снимаем для вас. Вау! Так, палем готовится. БАУ! О, Вон! Я нормально пугаю, да? Русские молодцы. В общем, самое страшное идти первым. Какая-то баракань. Ооо, какой-то такой. Полусловленный какой-то мостик. В принципе, прикольно, атмосферненько. Ля, тут вообще ничего не видно. В общем, ну все, мы очень страшно пошли в Адактон. Доброшенный дом называется. Ну, вначале немножко было страшно там реально, когда первый идешь. Если хотите реально словить адреналинчика, то идите первым обязательно. Там в темноте ничего не видно и там реально идешь, так резкие руки падают, там не знаю кто-то резко выбегает. Но мне понравилось. Чарли был, да, такой чувак испугал? Ну, там внутри. И женщина была такая этим ходила там. Ну, это наверху, но внутри четыре актера, ну это фигня. Внутри актер, да, могли, конечно, побольше. Под конец там вообще темно, как бы, и нужно выбраться из этого лабиринта. А прикольно там, потому что на стенах какая-то явная. Какая-то липкая там, то липкая там, то какая-то меховая фигня, в общем. Вот это вот там, сюда. Ну, так что там есть актриса, ну короче, женщина, можно, не там все поукорать там. А, нет, там четыре, там четыре, а еще там в окошке. Ну, они там ходят вокруг, я там риск так тебя напугать. В общем, ребят, слепуйте, так что, ребят, пользуйтесь, смотрите. Все. Ну, сколько ставим мы? Шесть? Семь? Ну, семь, да? Шесть, пять, я пять. Ну, я шесть где-то, шесть. Ну, это больше такое, как на адреналин, на, да, на страх. Отдыхание будет хорошо. Давай, да, в москвичении, естественно, ничем не удивишь, наверное, да? Ну, сейчас. Вот здесь вот я приехал, блядь, свои 15 лет из города. Майку себе пошли, а вот, блядь, сапо, блядь, кипятком. Ничего себе как-то мужа, блядь. Ну, ладно, пошли. В общем, гадались мы вот на этом аттракционе. Совсем полная туфта, да? Ну, микрофон, да. Ну, четыре, четыре из десяти. Да ты, я бы даже сказал, три, наверное, из десяти. Там просто туда-сюда болтает тебя и все. Ну, одевают в очки VR, а в очки VR там графика, я не знаю, двадцатилетний давний. Так что... Ну, да. Ну, все, мы отправляемся в... Чего так много стоит у людей? Тут, видимо, что-то будет в зале есть. Все отключили? Может, потом спустить сможем? Снежная королева. Ну, в общем, блядь, по поводу масок, насколько я понял, половина людей носит маски, половина вообще не одевает маски. И, не знаю, даже у них не видно, что они есть. Русские, уже думаю, да, все платно где-нибудь. Ха-ха-ха. С... С коротком не вылетело Но неплохо, да? Буховая зеленая гоняется В общем, такие аттракционы мы, конечно, не заслуживаем, да? Могли сделать и получше Ну, конечно, не, но понятно, что половина аттракционов для детей, половина для взрослых Пойдем? К мастеру сплинтера А, что, две идей? А вот, кстати, вот этот платный, нет, старый? Я бы здесь поиграл бы На, это бесплатно О, можешь поиграть, да? Бесплатно думаешь? На, мне кажется, да Это тоже бесплатно, думаешь? Я думаю, да Ага, прессы А как здесь играть? Нет, видишь, ставьте шатон Где? Нет, нет шатона Вот, вадим Проведи карш, ты видишь? В общем, я думаю, это все бесплатно, но Как говорится Бежлаха, жизнь плоха А вы, ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и писать комментарии В общем, есть здесь и такое Фанатам Киллау Китти понравится Тут, видимо, какие-то представления бывают Цены примерно такие Вот, вот, вот 900 рублей Ну, вот эти грузы такие цены 200 рублей? Термогурка, кстати, недорогая А, рубль 10 Вот такое, сколько у нас стоит 700 рублей Алиэкспресс, наверное, 100 рублей Будет стоить, да? Ну, не факт, а 1, плюс 1, плюс 1, плюс 3, что ли? Ну, не знаю, может, на другие тоже матки Ну, какие-то стаканы здесь, да? Ну, в принципе, ну Ну, такой обычный, конечно Все, забарковали, девочка Ну, вот, ну, 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 такое, типа, да? 700 рублей, конечно Такие вот у нас Обойдутся 2000 рублей Футболочка 1000 рублей Не знаю, вот, девчонка У меня вот такие вот подойдут Такие у нас По По 1600 Часы вот есть Часы у нас 1500 Уже Смортики Наша самая любимая зона Смортики Мы здесь Я пришел реально Привез туда Андрея Чтобы мы посетили Смортиков Обожаю Ну, кстати, ребят Также мы были В Моушенгейт Дубае Там тоже была Зона Смортиков Обязательно Отрывок я вставлю И вы посмотрите Как бы Где лучше Вообще Малого пытаются завести В домик Смортиков А Володь не хочет Он, наверное, говорит Хочу на черепашек Смотри, какая там Лифт Просто лифт остался тут, да? Нет Кстати, ребят Нам по поводу очередей Сегодня у нас воскресенье Февраль И очередей я бы не сказал, что так много Поэтому, блин Мы пришли реально Я думал, будет очереди По часа два По полтора Но на самом деле Максимум Мы где стояли Это на Полетной академии Там что-то мы Простояли минут, наверное, двадцать И все А вот на все Добовые аттракционы Мы практически не стояли Сейчас у нас два часа дня Как бы потихоньку Я замечаю, что люди приходят И постепенно, наверное, я думаю Очередь будет увеличиваться Поэтому, если вы захотите прийти Конечно же, лучше приходить заранее К двенадцатым часам А, ну прикольно, да? Не ожидаешь, типа Внутри парка даже есть экскаватор И прикиньте Ну как, в целом тебе парк Стоит идти или нет? Стоит двух тысяч Ну, в будни 10 Ну, просто до 2000 В современном мире Так, не таки пошли Ну, в общем, стоит, да? Наверное, да Ну, в общем, если вы не были В других странах В таких подобных местах То, я думаю, конечно Прийти стоит А, ну здесь панорама открывается, да? Да, такая А вот номер пять Это где? Куда? В общем, очень полезная информация Так Нам сказали, что данный аттракцион Отель Трансильвания Заработает на следующей неделе Ребята Так что, если вы поедете, проверяйте В феврале 2021 года якобы должен заработать Поэтому смотрите на сайте Там есть вкладочка аттракционы И там указано, какие аттракционы работают И скоро открытие Если никого нету Значит, все открыто Так что, как-то так А замок, вот он сам замок Жолько по фонаре не работал, да? Да Как всегда. Ну, в общем, как я понял, мне открыты три топовых аттракциона, да? Какой там? На крыльях ветра, потом отель Трансильвания с монстрами и еще какой-то там... А, где эти триалки, видимо, были, да? Да, они уже прикрыты. Да. Почему прикрыли, если вам выработка? Ну, да, я как бы не знаю, все. В целом, как-то так. Ну, получается, в итоге тут около 7, наверное, 8. Если все были бы включены, около 7-80 аттракционов для взрослых, которые реально могут понравиться. Ну, по-честноку, если говорить, то, наверное, сейчас штуки, наверное, 4, да? Ну, Молод Судьбы. Молод Судьбы, да. Тоннель Черебачок-Изи. Ага. Ну, Кобра так себе вот это вот. Кобра так себе. А, ну, полетная школа, это интересно. Ну, да, ну, да, мы бы, если сальто научиться делать, то можно. Так, я пока три начинал. Что еще было там? Да, вроде и все. С VR-очками? Не очень. Так себе, да. Ну, вот это, кстати, которое там, как там, называется, как там, дошниловка. А, вот это вот. Да, да, да. Жар там. Ну, просто карусель. Пламя огня там, что-то такое вот. Вообще можно. А, это. Ну, только что, который мы смотрели. Пламя огня. А, ну, и дом вот можно посмотреть. Ну, там как бы на больше на страх, вот что-то. Да. Ну, в целом все, наверное. Короче, а твердая, твердая четверочка. Четвердая, не знаю. Я бы... Четыре с минусом. Да, я бы тройбан поставил. Но если вот вы никуда не ходили, то и не были в Сочи парке, например, да, вот, инструкционер, то, наверное, троечка из пяти. Да, то, наверное, четверочка будет, если вы никуда не ходили. А если были в загранице, то, наверное, будет уже похуже. Но если вы дадите мне фаст пас, без фаст, то мне все нравится. Да, да, да. Ну, в целом все, мы посетили парк. Сейчас время у нас 5 часов, да? Время подвести итоги. Да. В целом неплохо, думаю. Ну, еще раз я повторюсь, конечно. Если вы не были нигде за границей, то пасить стоит. Если вы были в Сочи парке, то это вот примерно что-то в виде Сочи парка. Только вот такого закрытого типа. Тематическими там особо, конечно, не пахнет, но вот, как бы, атмосфера такая, как бы, наполовину. Наполовину доделанная, да? Это версия. Немножечко сырая, да пилипианила. Да, немножечко, да, там, не знаю, больше каких-то, не знаю, актеров нанять там. Больше там разных шоу, музыку, короче. Ну, есть потенциал. Чувствуется потенциал. Ну, да, ну, такового в России нету, поэтому, я думаю, если вы нигде не были, то пустить, конечно же, стоит. По стоимости стоит 2 300 выходные и 1800 в годный. Поэтому в будни лучше ходить, а еще рейда меньше. Требу пора вам рекомендуется. Все, ребята, вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, да? Нажимать колокольчик. И писать комментарии. Да, да, да. И заходите на канал Андрея Трофимова. Поставим его в описании, если он, конечно, ведет его.